Добрый вечер, дорогие друзья! Мне никогда не приходилось, на самом деле, при условии, что я часто провожу конференции, проводить мероприятия при такой большой аудитории. Поэтому будем считать, что это тоже для меня впервые. Ну, не так страшно. Наверное, просто все устали, и учитывая, что все-таки слишком большая, насыщенная программа, до нас, во-первых, не все спикеры доехали. Не все спикеры доехали. Ну, модератор присутствует, и спикер в лице Ивана Боброва тоже присутствует. Общий круглый стол наш на сегодняшний день направлен на обсуждение темы развития направления для туризма. Но учитывая, что у нас всего лишь двое, поэтому, наверное, будем выступать с Иваном в формате некой-то, скажем, дискуссионной тематики. При этом я постараюсь коснуться туристических аспектов. А Иван, наверное, все-таки, как человек, который возглавляет департамент новых проектов, финансационных проектов, Москомстроинвест, я думаю, коснется темы именно работы с инвесторами, что у нас на сегодняшний день происходит. Не секрет, что за последние годы Российской Федерации проведено огромное количество мероприятий, которые косвенным образом создали, так скажем, даже не косвенно, а прямым образом повлияли на туристический поток в стране. Жалко, что сегодня не присутствуют на мероприятии представители с Красной Поляны. Я хотел бы с ними подискутировать на предмет, что произошло на рынке в формате именно наследия постолимпийского. Но ввиду того, что имел отношение к олимпийским мероприятиям и управлял отелями Family Mock во время Олимпийских игр и готовился к подготовке к Олимпиаде, конечно, я в курсе и могу, так скажем, достаточно адекватно оценить то наследие, которое на сегодняшний день есть. Олимпиада закончилась 23 или 24 февраля 2014 года. После этого у нас были паралимпийские игры, которые закончились 16 марта. По идее, все после этого должно было прийти в некое достаточно сложное состояние. Связано тут еще и кризис, который подошел, который реально повлиял, как и некую, так скажем, изоляцию нашей страны с ряда западных стран, а вместе с тем, так скажем, внутренние проблемы не позволили, наверное, так скажем, увеличить тот поток. Кроме всего прочего, не секрет, что появление нового направления российского, как Крым, реально оттянуло от сочинского региона дополнительную достаточно большую группу людей. То есть, фактически, если раньше у нас конкуренции внутренней не было, на сегодняшний день конкуренция внутренняя достигла достаточно высоких объемов. Это Крым, это, наверное, все Черноморское побережье Кавказа наше, и тут еще, собственно, в достаточно сложной ситуации находящейся Абхазии, которая полностью ориентирована на российский поток. Исходя из этого, все регионы в нынешнем формате, касаемо вот этой вот именно дестинации, вынуждены были бороться друг с другом, учитывать то, что, в какой ситуации они находятся. Теперь посмотрим, что все-таки получилось. Я в этом году был и в Абхазии, и в Крыму, и на Кавказе, соответственно. Могу сказать, что, в принципе, по сравнению с прошлым годом, Крым выиграл, выиграл однозначно, стало лучше, в первую очередь с транспортной логистикой, и народ туда поехал. Огромное количество рейсов и достаточно недорогие цены на авиабилеты все-таки вернули российского туриста, который, конечно, в полном объеме не смог заместить то количество выпавшего туристического потока, которые были сформированы благодаря России, Украине и Белоруссии. Это в априори так. Конечно, на цифру, там, может быть, 4-5 миллионов туристов они вышли, но цифра 6-7 миллионов, которая была раньше, она фактически осталась недостижимой. Но борьба была достаточно интересна. Я могу сказать, что делали все для того, чтобы было интересно. Сочи, оказавшись с огромной инфраструктурой после Олимпиады, вынужден был реально выживать. Я могу сказать, что я видел то, как прибрежный кластер эмиритинской низменности боролся. Боролся очень серьезно, боролся ценой, боролся в формате, так скажем, непонимания того, особенно когда в декабрь наступил, когда еще полгода было до летнего сезона, цены на апартаменты были 2 тысячи рублей в сутки. То есть я могу сказать, что мой родной брат снимал апартаменты двухкомнатные в эмиритинском, которые были полностью упакованы, отличные апартаменты за 180 тысяч рублей за 90 дней, за все лето. Это говорит о том, что такое 180 тысяч рублей в переводе на евро. Понятное дело, что это там, собственно говоря, 2,5 тысячи евро за 3 месяца. Взять европейские курорты, которые предлагали за 700 евро такие же апартаменты в неделю, соответственно, выигрыш был понятен. Поэтому, конечно, все понимали, что нужно бороться с долгосрочными проектами. И здесь, благодаря, наверное, людям, которые участвуют в создании турпродукта, благодаря тому, что власть поняла, что ей досталась достаточно серьезная инфраструктура, незаполнение которой приведет к гибели этой инфраструктуры. Если на стадионе нет футбола и нет матчей, он умирает. Дом, в котором никто не приезжает, умирает так же быстро, как, собственно говоря, если бы его очень жутко эксплуатировали. То есть, на самом деле, был проведен комплекс мероприятий. К примеру, в Москве сейчас начинается шоу «Кармен» на льду, которое проводит Илья Авербух. Я могу сказать, что Илья Авербух, начиная с мая месяца по конец октября, это шоу проводил с огромным успехом в городе Сочи на олимпийских объектах, и туда шли люди. То есть, опять-таки, таким образом летом удалось заполнить арену, которая, в принципе, в нормальной жизни, вот так сказать, кому нужно шоу, которое идет каждый день. А учитывая, что Сочи, город, в который приезжают люди отдыхать, и происходит постоянная смена людей со всей страны, для них это было событие. То есть, фактически, это туризм. Гостиница без туризма – ничто. Как бы там мне не говорили о том, что хорошо я говорю, или плохо говорю, при том, что я выступаю всегда на стороне отельеров, я могу сказать, что в любом случае это кровать. Грубо – это койка. А по-хорошему – это кровать с завтраками, с чего-то скрыть. То есть, это не основа, точнее, это одна из инфраструктур туризма. Когда появляется какой-то новый отель, нецелесообразно ехать туда, если там нет смысла. Отель не является смыслом поездки. Смысл поездки – туризм с какой-то целью. Будь то отдых, будь то спортивное мероприятие, будь то выступление той же Мадонны, либо кого-то другого на самом деле. Нет разницы. Мы говорим о том, что любой туризм имеет цель. И это ни в коем случае не проживание в отеле. Ни один человек не приезжает в Москву с целью, чтобы пожить в каком-то отеле, будь то Азимут, будь то Мариотт и тому подобное. Все приезжают с другими целями. Вот найти своего клиента, побороться за него, создать до него определенные, так скажем, направления, для чего он туда приехал, возможно. Исходя из этого, количество, целесообразное количество отелей, которые нужно построить, нужно строить таким образом, чтобы все соответствовало. Если на ребенка, у которого размер ноги там 32-й, надеть ботинки 42-го и посчитать, что он из этого станет быстрее ходить, он не будет ходить быстрее. Он быстрее упадет. Он просто упадет. Для этого, соответственно, нужно готовить таким образом, что это все идет параллельно. Нельзя привлекать инвестора, обещая ему, что что-то будет послезавтра или завтра, а думать, ты построишь, я отчитаюсь перед тем, что у нас появился новый отель, и я свою миссию выполнил. Так не бывает. Так не бывает. Точнее, так бывает, но иногда не бывает. Я сейчас передам слово Ивану Боброву, потому что Москва является, наверное, один из самых привлекательных городов с точки зрения Российской Федерации по туризму, ввиду того, что это настоящая столица абсолютно всего, в России имеется в виду, и политическая жизнь, и культурная жизнь, и спортивная жизнь, там, и Казань, может быть, еще Санкт-Петербург. Но реально, это тот город, в котором есть туристический поток. И то, что господин Шпилько Сергей Павлович со своим коллективом сделал достаточно большую работу, и в Москве для туристов стало интереснее, то количество мероприятий, как проходят праздники. Можно говорить, дорого они проходят, или недорого. Мы сейчас даже эту тему не обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем тему, что в Москве создана огромная жизнь, которая генерируется как городом, как субъектом Российской Федерации в целом, какие-то президентские мероприятия, это и правительственные. То есть, огромная кипучая жизнь, которая происходит в столице. В любом случае, это достаточно интересный подход, потому что на сегодняшний день вроде бы надо строить отели. Я сейчас предоставлю слово Ивану Боброву, а после этого, соответственно, подискутирую с ним, потому что вопрос цены и вопрос окупаемости инвестиций является на сегодняшний день достаточно важным в вопросе поиска инвесторов. Слово представляется Ивану Боброву. Спасибо. Я сразу для того, чтобы у нас было правильное понимание информации, скажу, что я представляю городостроительный комплекс города Москвы, правительство Москвы, о том, что было сделано правительством в направлении привлечения туризма, как о развитии отрасли туризма. Было сегодня много сказано, я полагаю. А задача городостроительного комплекса, она заключается прежде всего в том, чтобы сам процесс строительства новых гостиниц был максимально понятным, максимально быстрым и максимально открытым для потенциальных инвесторов. Хочется сказать, что за последние 4 года в Москве ежегодно строится в среднем от 8 до 12, вводится в эксплуатацию. Я имею в виду, строительную готовность получает порядка 8-12 объектов, около 2,5-3 тысяч гостиниц, включающих суммарно. И мы полагаем, что в ближайшие годы, то есть 16-е, 17-е, 18-е годы, тенденция как минимум не уменьшится. В принципе, в этой сфере есть большой потенциал для роста, то есть те решения, которые принимались городом в плане согласования новых строек с гостиничным назначением. Они позволяют реализовать и в два раза большее количество строительных объектов с гостиничным назначением. Вопрос именно в том, нужно ли это рынку, есть ли на это потенциальный инвестор, и, соответственно, не навредим ли мы именно отрасли туризма большим количеством новых объектов гостиничного назначения. В части того, что делается правительство Москвы, чтобы упростить этот процесс, помимо тех решений и действий, которые распространяются на всё строительство, не ограничиваясь гостиницами, речь идёт об упрощении административных процедур, о переводе взаимоотношений с городскими структурами в электронный вид. Это касается любого строительства в городе Москве. В части гостиниц правительству Москвы принято решение о существенном снижении платежей городу инвесторами при реализации проектов строительства нового гостиниц. То есть, если в части строительства объектов коммерческого назначения, такие как административные, деловые комплексы, платеж городу Москве доходит до 80% кадастровой стоимости земельного участка, то в части гостиниц этот платеж зафиксирован максимально на уровне 30% кадастровой стоимости. То есть, это такая же стоимость, как взимается с объектов социального назначения, то есть, физкультурно-здоровительного, культурного назначения. То есть, условия финансовые для строительства новой гостиницы, они в правительстве Москвы созданы достаточно привлекательные, насколько, собственно, сама отрасль требует ввода новых объектов более, чем вводятся последние, там, 4 года. Ну, это вопрос дискуссионный, и тут, как бы, я готов общаться. В части того, каким образом реализуются проекты, тут надо сказать, что город проводит торги на свободно-земельные участки, правда, в этом году таких торгов было объявлено только на 2 земельных участка, причем по ним не нашлось потенциального инвестора, в силу ряда причин, они были достаточно на периферии расположены, стартовые условия не всех инвесторов устраивали. И второе направление это реализация проектов на земельных участках или применительных объектам недвижимости, которые находятся в собственности тех или иных инвесторов, которые хотят построить новую гостиницу либо реконструировать существующее здание. И в этом плане город готов рассматривать любые инициативы по изменению вида разрешенного использования земельных участков, по изменению вида разрешенного использования зданий, которые на сегодняшний день не используются под гостиницей, но есть такие планы. Для того, чтобы максимально упростить процесс согласования и решения любых вопросов в ходе строительства, в этом году в правительстве Москвы создан штаб межведомственный, в который входят представители всех городских структур, в рамках которого есть возможность решить любые проблемы, связанные с строительством объектов гостиничного назначения на любой стадии, стадии проектирования, подключения к городским сетям, то есть это делается все максимально быстро и максимально открыто. Вот вкратце информация и думаем о том, что и как делать. Иван, хотел бы вам с вами подискутировать, если вы не против. Нет, конечно. Вот прошло два, так скажем, конкурса, на которых не появился победитель. Не было участников? Не было участников, да, не было. А, наверное, просто место расположения неадекватное для гостиницы, то есть на самом деле изначально вопрос стоит о том, когда мне предлагают построить гостиницу, то есть вид участка, разрешенный использованию под гостиницу, правильно? Совершенно верно. А люди говорят, что так не бывает. То есть вопрос стоит о том, что схема расположения гостиниц должна соответствовать потребностям рынка. Все верно. О чем мы речь? Я поэтому и говорю, что есть два направления. Направление, где город предлагает на самом деле достаточно небольшое количество земельных участков, потому что в городе в принципе свободных земельных участков, в собственности город достаточно мало, особенно в центральной его части, наиболее привлекательной для данной отрасли. Поэтому по этому направлению немного появляется, скажем так, новых строек. А второе направление, это когда сам инвестор потенциальный подбирает необходимый ему земельный участок, приобретает его на свободном рынке, либо приобретает здание на свободном рынке, которое расположено именно с точки зрения отраслевых приоритетов достаточно выгодно. И в данном случае правительство Москвы уже участвует как согласовывающий орган изменения данного значения существующих зданий или земельных участков. Вот это направление именно... А как на сегодняшний день, Иван, учитывая, что нас интересует отель, в принципе, нас больше особо-то ничего не интересует, если совсем уж откровенно, узкоотраслевые, мы, конечно, далеки от власти, к счастью, либо, к сожалению, мне трудно даже сказать. Как на сегодняшний день происходит история огромное количество офисной недвижимости, которые строили как офисы, на сегодняшний день не нашло, так скажем, заселения, назовем его так, учитывая, что строили шеломкор, строили как офисы, и тут получилась такая засада, что офисы в таком количестве никому не нужны. И сейчас, да, и сейчас на сегодняшний день, учитывая, что всем кажется, что отели это интереснее, потому что, собственно говоря, хоть какой-то шанс есть, они сейчас, я могу сказать точно, ходят по рынку и ищут, как перестроить. Сдерживает их только одно, что из офисов перейти в гостиницу нужно привлечь еще большое количество денег. Фактически соотношение, что на один вложенный рубль в стадии шеломкор нужно вложить как минимум 80 копеек для того, чтобы появилась гостиница. Как смотрит правительство Москвы на перевод такого мероприятия? Не убьет ли это окончательно рынок наш, потому что, опять-таки, вы же идете на встречу инвесторов, вас, в принципе, история-то не очень беспокоит, как будут жить отели и как они будут заполняться. Главное просто достроить. Сам вопрос перевода в назначение объекта с точки зрения градостроительного функционала, это административное решение, оно не требует финансовых затрат. Сколько фактически необходимо для того, чтобы сам объект с точки зрения строительства перестроить, достроить, в данном случае какая роль может быть в правительстве Москвы, то есть, что мы можем в этой части упростить. Согласовать процесс, мы смотрим абсолютно положительно на это, если это позволит объект достроить и ввести в эксплуатацию. Знаете, я немножко о другом, на самом деле, это не совсем показательно, может быть, к Москве, но немножко показательно к другим проектам. Если я представляю инвестора, отельного, либо, так скажем, операционщика, который должен вернуть деньги, я на самом деле нахожусь в определенном месте. Здорово управлять самолетами, потому что я ими не управляю, мне кажется, там лучше. Здорово управлять кораблями, потому что сегодня плохая загрузка на Карибском море, поплывем в Адаманское, Адаманское не популярно, поплывем в Индийский океан, еще какое-то, а отель перенести невозможно. Самолеты сегодня не летают в Сургут, полетят, собственно говоря, в Японию, куда-нибудь там в Саппор, тоже на Эстон начинается. То есть, я говорю о том, что есть определенные виды бизнесов, которые можно перенацелить, перенастроить и так далее. Я оператор, мне обещают, что на моем участке, вот на этой территории, 10 гектаров, 30 гектаров, будет три гостиницы по плану застройки, собственно говоря. Я закрываю глаза, закрываю глаза, думаю, бог с ним, вложу я эти деньги, потому что три гостиницы и, наверное, клиентского потока на это хватит, опять-таки. А тут взяли административным путем и решили, что подыграли какому-то безумцу, который строил офисы и вместо офисов сделали гостиницу. Количество номеров увеличилось в три раза, на самом деле. Что с этим счастьем делать тому, кто строил гостиницу? Тот, кто изначально поверил, что есть комплексный план застройки, что количество, соответственно, ну, это должно быть настолько комплексно, что мне даже трудно объяснить. Когда я строю, например, загородный отель в Подмосковье, к вам это не имеет отношения, как ни странно, меня интересует окружение. Построят ли высокие дома, снесут ли лес, построят ли рядом со мной мусоросжигающий завод, запах от которого пойдет. Оно же прикольно, собственно говоря, чтобы сельское хозяйство, у меня вот товарищ министр сельского хозяйства в Московской области, так я вам могу сказать, у него кипяем является, чтобы сельское хозяйство было развивалось-то, понимаете? Чтобы коровы паслись, чтобы молоко производилось, чтобы курицы появились, так скажем, дополнительно, а наличие рядом с самой птицефабрики со специфическим запахом, это несколько убивает бизнес. А оно же будет на природе, оно же не будет в центре Москвы. Понимаете, я все это веду к тому, что на самом деле вот эта попытка развивать инвестиции, привлекать инвестора при условии, что сегодня офис, а завтра торговый центр, а после торгового центра хостел и так далее, приводит к тому, что процесс работы с инвестором выглядит из серии, как игра в одни ворота. Вроде бы завершили, а вроде бы непонятно. Вы отвечаете за привлечение инвестиций, собственно говоря, а министр туризма, главный по туризму, за туризм, а сельское хозяйство, здесь сельское хозяйство, а Алексутов собирает деньги за парковку опять-таки. Понимаете, вопросов же, их же много, вопрос, а есть ли координация, есть ли понимание того, что лучше ничего не строить, пусть это будет парком, пусть люди по нему гуляют, по большому счету, потому что чем больше появляется гостиниц, тем выше конкуренция. А сколько гостиниц должно быть, а сколько нам надо, а как падает туристический поток, а какая окупаемость, почему, сколько разоришься. Я вам могу сказать, на самом деле, любая бизнес-модель строительства отеля, а учитывая, что так сложилось в этой несчастной моей жизни, что я, в принципе, владею этой информацией достаточно неплохо. Построить отель дешевле, чем за 3000 долларов в квадратный метр, невозможно. Я это заявляю на полном серьезе. Построить гостиницу с сложением под ключ меньше 3000 долларов, невозможно. Это будет средний класс. Это будет треха. Треха. Это сейчас 3000 долларов. Еще некое время назад 4,5 было нормально. Правда. Сейчас просто все упало, все лежит, 3000. А купить на вторичном рынке на сегодняшний день, я заявляю это однозначно, в Москве можно гостиницу дешевле, чем за 1500 долларов работающий бизнес. Это я даю 100%. На сегодняшний день количество предложений. Мы находимся на 100 стадии развития общества, по крайней мере российского, что нужно выдохнуть, посчитать, посмотреть и понять. Да, а может быть даже так, разобраться. Потому что это приведет к тому, что зарплату надо платить рецепшионистам. Говорят о том, что они должны знать два языка, три языка, так и так далее. А найдите мне... А зарплату платят, как ни странно, от оборотов, от того, сколько стоит номер. И гордиться о том, что мы раньше были там третьи в Европе, третьи в мире, вторые в мире по цене переводе на доллар. Сейчас, ко мне же часто интервью берут и говорят, перестали звонить. Понимаете, с точки зрения, раньше звонят-то постоянно, какими-то грустными. А раньше звонят, мы заняли второе место по цене номера. Что скажете? Говорят, здорово. А теперь, когда мы упали в цене в долларовом эквиваленте, никто не звонит, никого эту тему не беспокоит, не гондурасит. Вопрос стоит о том, что, ребята, вы о чем? Вы о чем? То есть, вы задаете вопросы, которые вам удобны. Вместо этого, еще раз говорю, у меня самая большая проблема, у меня просьба к вам, как к людям, которые работают в правительстве, не разрешайте переделывать офисы в гостинице. Это утопия. Потому что, есть еще такая забавная штука апарт-отели. Есть другие средства размещения, по которым сейчас... Сейчас эти люди, которые строили... Все, что хотите, да, то есть, квартиры сдают, все, что хотите. Мы сейчас на сегодняшний день столкнулись с ситуацией жуткой конкуренции на рынке. Он... Если мы сейчас... Я прошу государства рынок регулировать. Регулировать только разумно и не ставить себе основным своим кипяем на сегодняшний день развитие. Основной кипяем на сегодняшний день выживаемость рынка в условиях нестабильности и падающего, так скажем, спроса. Вот на сегодняшний день как только мы с вами это переживем, я буду первый, кто будет говорить о том, что вау, пришло время. Чемпионат мира по футболу в 2018 году не даст такого толчка о Москве, который должен... У нас куча мероприятий, которые по своему масштабу не менее того. Я помню прекрасно, как мы готовились к матчу Манчестер Юнайтед Челси. Ничего, в Подмосковье разместились. Ничего, собственно говоря. Не надо строить для этого гостиницы. Правда, не надо. Просто понять, сколько матчей, понять вмещаемость стадиона, вместимость, понять, сколько из них будет московских друзей участвовать и понять, собственно говоря, сколько будет приезжих. Вот и все. А после этого просто успокоиться. Мы вводим людей в заблуждение. Мы подрываем инвестиционный климат по причине того, что нет возврата инвестиций. Я в этом глубоко убежден. И наше счастье, что у нас владеют недвижимостью а-ля отелем крупные инвестиционные компании, точнее, компании, которые имеют основной бизнес нефть, газ, либо государственное какое-то участие, либо какое-то заблуждение других людей. В этом глубоко убежден. Может быть, это не в тренде всего остального. Мое личное мнение, как человек, занимающийся бизнесом, нужно, а, посчитать. Вот просто посчитать и понять, что мы имеем на входящем рынке. Это не только Москва. Москва может поглотить много чего. Иван, я просто завидую. У меня просьба. Если это от вас зависит, просто заставьте всех подумать, чтобы офисы не превращались в гостиницы. Они будут плохими гостиницами и убьют все остальное, потому что будут продаваться за копейки. Спасибо. Ну, я прокомментирую, да, применительно к Москве. Я не зря начал с того, что я представляю комплекс городостроительной политики на страже отраслевых интересов данного вопроса. Вот Сергей Павлович Шпильков сегодня очень много было сказано. И мы с ним сегодня тоже обсуждали вопрос о том, что показателем в этой отрасли максимальное количество вводимых в эксплуатацию гостиниц не может быть, потому что здесь слишком сложна взаимосвязь существующего уже бизнеса, который находится на сегодняшний день в непростых экономических условиях. Поэтому хочется сказать, что в Москве ни одно городостроительное решение не принимается отдельно взятым комплексом городского хозяйства, будь то туризм, экономика, городское хозяйство или строительный комплекс. Сергей Семенович, когда пришел в Москву, сразу была создана городостроительная земельная комиссия, которая включает в себя представителей всех органов исполнительной власти, то есть всех отраслевых департаментов, комитетов. И когда остается вопрос о внесении изменений, в частности от подобного рода об изменении офисного назначения на гостиничные, то на этом заседании комиссии будет рассмотрен этот вопрос, будет заслужена позиция комитета по туризму, будет заслужена позиция отраслевиков, будет заслужена позиция того же самого Лексутова, упомянутого здесь. И если вот это отдельно взятое решение с точки зрения городостроительного одного объекта, может быть, какие-то проблемы решает, но порождает гораздо большее в отрасли, то, я вас уверяю, такое решение приниматься не будет. Никто же не говорит, что появление нового гостиниц это проблема. Это, наоборот, опять-таки KPI. Я ввел такое-то количество гостиниц, такое-то количество номеров. Я веду это к тому, что, на самом деле, статистика же отвечает на все вопросы. Ее можно по-разному посчитать, по-разному поделить, умножить и так далее. Просто, к сожалению, еще раз говорю, для того, чтобы приходили настоящие нормальные инвесторы, должны быть созданы... Нет, то, что Москва создала большой блок вопросов, касаемый не упрощающих, так скажем, а все-таки создает более лучшие условия для других видов, по сравнению с другими видами недвижимости, это правда. Москва, как был дорогой город, так и остался. Как был дорогой город для вхождения в бизнес, так и остался. Срок окупаемости гостиниц на сегодняшний день, при условии первичной застройки, если мы первое, так сказать, мы строим, наверное, все-таки уходит далеко за 10 лет, если мы говорим с момента начала эксплуатации. Выигрывает только тот, кто является третьим покупателем бизнеса. Первый построил, второй сдуру купил, и только третий покупатель, который покупает на, собственно говоря, когда цена становится значительно ниже, он может окупить этот бизнес-процесс с точки зрения 6, 7, 8 лет, ну, до 10 лет. Все остальное, собственно говоря, является неправдой. Если мы говорим на сегодняшний день про туристические отрасли, туристическую отрасль вообще в Российской Федерации, то те толчки, которые дает, собственно говоря, любое крупное масштабное мероприятие, они, безусловно, интересны, важны, только вопрос, как ими использовать. Для того, чтобы сочинским объектом вдохнуть жизнь, тут участвуют не только отели, не только Краснодарский край, участвуют и Российская Федерация. Не секрет, что тот же Азимут, в котором мы сейчас с вами находимся, управлял 4-х звездочной гостиницей. Теперь на бане 4-х звездочной гостиницы создан федеральный образовательный детский центр, который, собственно, принимает детей. Понятное дело, что это бюджетная организация. Сириус, прекрасное место, просто я когда увидел, я бы даже в жизни не сказал, что его могут отдать детям. Просто, на самом деле, крутой отель, реально крутой, в хорошем смысле слова. Опять-таки, но это Российская Федерация поучаствовала, потому что, на самом деле, наверное, такой объем номерного фонда трудноподъемен, скажем. Вопрос, но на всех же бюджет общероссийского не хватит? На всех-то не хватит. Это надо очень четко для себя понимать, что на сегодняшний день, на сегодняшний день, все хотят прикоснуться к бюджетам. Детей воспитывать, пионеров, помогать, так скажем, людям преклонного возраста, участвовать во всем и во вся. Но бюджета не хватит. На сегодняшний день беда заключается в том, что гостиничный, ресторанный, отельный, любой этот бизнес является ярко выраженным представителем мелкого и среднего бизнеса. И если бы мелкий и средний бизнес действительно им по-настоящему управлял, то мы, собственно говоря, получили бы рыночную конкурентную среду. Но на сегодняшний день, если попросить где-то найти вот эти отчеты, кто все-таки владеет основной недвижимостью в гостиничном бизнесе, если посчитать все по-честному, санатории, которые являются средствами размещения, профилактории, собственно говоря, ведомственные гостиницы, почему-то, которые никто не считает, мы с вами получим некую другую историю, которая кардинально изменит представление. А дальше, соответственно, компании, которые являются балансодержателями, говорят о том, что если я компанию, предположим, Газпром, то все должны ездить отдыхать в гостиницу Газпрома. Иначе те, кто из Газпрома не поедет, мы их оштрафуем. Те, кто работает в базовом элементе, в базовый элемент. В нефти какой-то, в нефтегазе. В нефтегаз, соответственно. И мы, получается, на самом деле, вместо того, чтобы порождать настоящий класс вот этого, знаете, мелкого, среднего предпринимательства, скатываемся к великому сожалению, именно к государственному такому, понимаете, нельзя жить только за бюджеты. Это формирование по-настоящему людей, которые должны у нас с вами в любом случае. Это бизнес, мелкий и средний, как во всей этой Европе. Я могу сказать, что в Австрии купить отель в горном, не отель, а дом в каком-то горнолыжном курорте, назовем его Лех, Обер-Лех, фактически невозможно по причине того, что только отель. Там нет индивидуального жилья. По причине того, что люди создают по-настоящему курорт, который запрещает там проживать, иметь частную собственность на предмет с общей точки зрения именно как жилья. И это действительно курорт. Потому что, когда мы с вами приезжаем на российский курорт, любой российский курорт, и там есть часть, где живут гости, а есть часть, где живет обслуживающий персонал, и вот эта несоизмеримость, вот это убожество, где живет персонал, даже если кругом люксовые объекты, приводит к ощущению грусти. Понимаете? Ощущение, что рядом что-то такое, не такое. Даже в Египте, приезжая на египетский курорт, где находятся отели, увидеть, где живут местные, проблемно, где-то в пустыне. Я их не вижу. А у нас на курортах обслуживающий персонал живет, собственно говоря, там, где и гости живут. И это, собственно говоря, создает определенные противоречия. Одни видят, как те жируют. Обидно ж, а другим тоже неприятно. Я это веду к тому, что на самом деле любой подход к комплексному развитию территории предполагает под собой создание сбалансированного, очень четкого понимания того, где что строить и где как поступать. Где есть парковки, если это Москва, где удобно людям, зачем они сюда приехали. Просто, когда едешь по Москве на сегодняшний день, видишь в феврале, ну не в феврале, пускай это вот в ноябре, сейчас будет ноябрь скоро, вот это по бульварному кольцу выделенная полоса на дороге для передвижения на велосипеде, я даже в страшном сне себе пока трудно представляю, как крутить педали в ноябре, в декабре и так далее. Нет, я не против, наверное, это прикольно, в принципе, найдется тот, кто это сделает, я не против, на самом деле. Вопрос только говорит о том, что их два, их пять, их десять, а из-за этого в пробке стоят машины, которые, собственно, тоже, нет, то, что парковочное пространство правильное, вопросов нет. Но надо же все-таки соизмерять. И показывают примеры, ну, по-разному, культура разная. Иностранцы во время Олимпиады, я действительно видел, что они ходят в шортах, ботинки такие тяжеленные, кепка на голове, потому что холодно, а так он в шортах и в майке. Ну, так это разная ментальность, разный подход, разная культура, опять-таки. Надо же все-таки понимать, где мы находимся, что мы делаем, куда мы двигаемся. Я вообще сторонник того, что на разговорах с властью, когда, не с властью, а вообще любые инвестиции, это две стороны. То есть, тот, кто вкладывает и рискует, настоящий инвестор, и тот, кто заинтересован, чтобы к нему пришли. Понимаете, это на самом деле ярмарка инвестиций. Создайте условия, объясните, почему, зачем это надо, что ты сделаешь, чтобы я построил загородный отель, а рядом вы со мной потом мусороперерывающий завод не построили. Потому что программа закрытия полигонов, полигоны же страшная вещь, посмотрите, что такое в Подмосковье, вот эти полигоны твердобытовых отходов. Это страшные горы стоят, реально страшные горы, с запахами страшными. Надо их убирать, безусловно, надо. Так вы скажите, что мне не надо строить там отель рядом, потому что вы там собрались построить непонятно что. Чудес же не бывает. Понимаете, я за то, чтобы в итоге вот эта история, она должна носить какую-то что ли, ну, разумность, обоснованность, целесообразность и строить подразовые мероприятия, потом будем думать, что с этим делать. В городе Саранске построить кучу отелей чемпионату мира, супер. Что делать в Саранске потом-то? Кроме того, что там Жерар Депардье переехал, дальше-то что? Это не повод для того, что туда поехали иностранцы смотреть на Жерар Депардье. Наверное, он больше в Бельгии бывает, либо во Франции, либо еще где-то. Я не об этом. Я сейчас говорю о том, что на самом деле туристический поток, созданный рамками одного мероприятия, обрекает отрасль данного региона на выживаемость и убивает весь процесс. И после этого будет переоспесление, а давайте сделаем общежитие, а давайте здесь еще что-то сделаем. Наша страна очень тяжело переживает такие вещи, как разовые мероприятия. Я месяц назад был во Владивостоке в очередной раз, до сих пор два хаята не построены. Они стоят, на них написано даже хаят, они не запущены. Они там не нужны в том виде. Они, может быть, нужны, но дело в том, что они проиграют в формате, так скажем, того же азимута, у которого есть четверка и тройка на самом деле. Просто еще там 800 номеров рынок не переживет. Он убьется. Ну, потому что пока нет такого. Да, свободный порт Владивосток. Посмотрим, как он сыграет на самом деле. Вот сыграет он, даст развитие и появится, хаят откроется. Сыграет какая-то там, скажем, ну, условно говоря, я понимаю, что восточный далеко находится космодром. Сыграет каким-то образом местная и горная зона, которую они построили, не помню, как называется на шее. Может быть, собственно говоря, и пойдет еще поток. И вот, как в известном фильме, вначале люди ходят, а потом прокладывают дорожки. А никак по-другому. Ну, правда, никак. Ну, на самом деле, я хочу поблагодарить Игоря, о, Ивана, на самом деле, за счет того, что ему было со мной достаточно неприятно общаться по причине того, что моя позиция неким образом расходится с позицией официальных властей. Ну, не я сам себя сюда пригласил. Поэтому, исходя из этого, посчитаем, что это позиция бизнеса, я представляю здесь бизнес. Могу сказать честно, что работая с Москвой, с Москвой приятно работать, действительно созданы определенные условия. Просто рынок сегодня такой. И не виновата Москва в этом. Просто у меня огромная просьба к сбалансированности. Нельзя строить отели в Капотне, они там никому не интересны. Прикольный отель в Митино, супер на самом деле. Хорошо, что есть Крокус-Экспо и там что-то и метро там построили, еще что-то. Хорошо, но вот эти вот на дестинации, которые у нас созданы, их нужно оберегать. Представляете, если не дай бог на ВДНХ все состоится и все попрет, то, собственно говоря, перенесется туда огромный Крокус-Экспо должен плакать. Ну, а что ему делать на самом деле? ВДНХ круче. В любом случае круче на самом деле. И что делать Агалару с его, так скажем, площадкой на самом деле? При условии, что, при том, что инвестор вложился по-честному. А может быть, там что-то другое сделать? Может, для москвичей действительно по-настоящему какую-то зону, где гулять? Может быть, все-таки понять, что это немножко по-другому, а не с точки зрения застройки? Может быть, вернуть действительно какие-то другие вещи сделать? Как раньше это было в ВДНХ, где ходили там просят героев смотреть, собственно говоря, еще кого-то рассматривать. Ну, прогулочные зоны. Это не тот шабаш, который там был в 90-е, когда кругом шашлык и плов. Ну, может, действительно парковые зоны. Получается, что на самом деле прекрасные парковые зоны в Москве. Прекрасные. Я очень хочу, на самом деле, чтобы мы пришли к тому, чтобы, опять-таки, эта парковая зона будет интересна и гостям. И тот огромный комплекс гостиниц, который был создан в 50-е, в 40-е, в 30-е годы, Золотые Колосы, Ярославские, Космосы, Олимпиаде, Востоке, Алтае, Заря и так далее. Это же все, на самом деле, может оказаться востребованным. Это же здорово, когда появляются пляжи такие, когда самые большие катки. И смотрите, вот это узкое горлышко, где узкое горлышко? В проходе, где, собственно говоря, очередь стоит за коньками и так далее. Еще где-то. Огромная работа проведена Москвой. Вот поэтому призываю Москву, хочу, во-первых, поблагодарить, я реально вижу, что туризм в Москве развивается, и Сергей Павлович непосредственно принял с господином Капковым огромное участие в создании, так скажем, и во всем то, что есть. Но у меня огромная просьба, остановитесь, правда, остановитесь. Просто передохните и поймите, что объем осваиваемых средств, лучше асфальт пять раз перекладывайте. Постоянно в пробках стою из этого асфальта, уже просто раздражает. Ну, героически терплю, на самом деле. Перекладывайте асфальт. Не стройте, пожалуйста. Не перестраивайте то, что на сегодняшний день. Разберитесь с тем, что есть. И давайте делать действительно привлекательные вещи. Диснейленды, универсалы, так скажем, парки Европы, огромный мегаполис, десяти миллионник, на самом деле. Рядом точно такие же 15 миллионов Подмосковья. Москва интересный хаб, куда люди готовы приезжать и показывать, на самом деле. У нас огромный поток внутреннего туризма. Но даже для этого сейчас все есть. Просто просьба остановиться, посчитать и в рамках урбанистического плана понять, где мы находимся. Я всего лишь навсего ательер. Всего лишь навсего. и не какой-нибудь там чиновник. У меня просто огромный опыт управления гостиничными сетями Российской Федерации. Все трагические сети я прошел, которые есть на этом рынке. И поэтому знаю, о чем говорю, и что такое экономика любого бизнес-процесса. Хочу поблагодарить организаторов за то, что меня пригласили. Хочу извиниться перед публикой за тем, что, может быть, так скажем, не то хотели услышать. Но спасибо. Вопросов не будет? Начальник управления подготовки реализации инвестиционных проектов. Савояров, главный редактор журнала «Про отель». Ну, поскольку мы слушали такой убедительный монолог Сергея, я бы так сказал, «Крыть души отельера». И в начале этого монолога он ясно сказал, что отель сам по себе, он никому не интересен, он просто умирает как объект. Вот Москва, на мой взгляд, должна сейчас послушать и привести в исполнение те рекомендации, которые высказал Сергей. Раз, для того, чтобы все состоялось, все остальные крупные мероприятия прошли хорошо. А во-вторых, как я обращаюсь снова к этому в начальной части монолога Сергея. Транспорт, который привозит гостей в отеле, он должен работать на перспективу, то есть объем перевозимых пассажиров должен увеличиваться в соответствии с объемами гостиничных объектов. А сейчас происходит ровно противоположная ситуация. что я имею ввиду? Я сам живу в Петербурге. И в последний месяц у нас резко сократилось число повторяю, скорых поездов между Петербургом и Москвой в диапазоне от 21 часа до 22 в пользу еще дополнительных сапсанов. То есть купить нормальные билеты по нормальной цене теперь невозможно. хотите попасть в Москву и не ночным поездом значит сапсан. Но ночным вы тоже не попадете потому что осталось 5 фирменных поездов на которые билеты тоже всегда проданы. То есть вы понимаете объем перевозок по нормальной цене резко сократился. Это явно делано с согласованием с правительством Москвы. Потому что так не может РЖД производить. мы же позавидовали им. Они могут самолеты перевезти поезда перебросить на разные направления отель перенести нельзя его построили. Вот понимаете вся беда в том что действительно наш рынок самый сложный в формате. Именно ну не самый сложный он один из сложных по причине того что на него все влияет. Вот поэтому да. И плюс еще я как журналист который писал о проектах за которые получили люди премии в правительство России впервые в этом году значит одна из них называлась ну в смысле не одна а проект который короче этот проект связанный с посещением массовым посещением школьниками Санкт-Петербурга который поддерживался этот проект поддерживался правительством России городскими властями и регионами России для того чтобы школьники которые живут в дальних регионах могли посетить хотя бы раз в жизни вторую столицу ну заодно может быть и первую столицу и значит соответственно там в значительной степени перевозки были с помощью железной дороги так вот сейчас парадокс когда я изучал этот вопрос возник такой парадокс необычный что чем больше вы перевозите группу тем больше вы платите сверху то есть у вас не спецтариф с дискаунтом а наоборот у вас с накидкой то есть вы за каждый билет при групповой перевозке от 10 человек группа численность 10 человек вы платите 300 рублей лишних в один конец и 300 рублей за обратный билет опять мы завидуем монополиям они могут себе позволить все что хочешь господин Якунин может себе позволить абсолютно все мог позволить поэтому ну все осталось по прежнему ничего не меняется поэтому вот они монополии и опять таки вы коснулись тему бюджета я с этого начало выступление о том что на сегодняшний день беда в том что отельный бизнес должен быть все таки частным бизнесом мелким средним бизнесом чтобы мы с вами понимаете вот когда говорят что пришел в отель как домой у тебя там если маленький отель тебя знают по именам ты туда приезжаешь тебе готовит матушка какая-то а завтра мое выступление будет касаться к примеру кто нас имеет право проверять я когда посмотрел как мне мои подчиненные подготовили кто меня имеет право проверять я в очередной раз понял что господин как я от этого устал я даже читать это не хочу понимаете вопрос о том что к сожалению для того чтобы наша страна была гостеприимная она должна кроме вот таких замечательных мероприятий которые проводит правительство Москвы из Санкт-Петербурга у вас алые паруса прекрасные мероприятия есть что посмотреть на самом деле нужно комплексно рассматривать нужно приучать людей чтобы что мы хозяева на этой земле а не какие-то так скажем что через 50 через 70 лет в зависимости кому сколько этот бог отвел будет кто-то другой поэтому к сожалению слишком за государство деньги только в крупных корпорациях деньги только бюджетные и борьба идет за бюджетные деньги вы коснулись монополий вы коснулись темы субсидирования детских поездок собственно говоря и опять-таки везде слово бюджет и монополия бюджет и монополия частного туриста фактически нет вот по поводу частного туриста я хотел бы завершить так сказать мои вопросы речь идет о готовящемся постановлении ну я не знаю сначала правительство наверное государственной как это городской думы Москвы по поводу запрета функционирования хостелов в жилых домах ваш покорный слуга является ярко выраженным поддерживающим фактором я где только меня спрашивают говорю я категорически то есть при слове категорически против я не хочу чтобы в моем подъезде был хостел вот правда не хочу я живу в нормальном доме а тут какой-то появится клоун откроет у меня хостел на самом деле извините за выражение я что для этого это сделал собственно говоря хостелы должны на сегодняшний день вариантов создания разумного нормального хостела в нежилом помещении предостаточно площадей свободных огромное количество делайте вкладывайтесь и создавайте а в жилых домах позвольте я думаю ни один нормальный человек сидящий в этом зале не поднимет руку и не скажет хочу чтобы у меня был хостел за 500 рублей собственно говоря вот клево значит я по поводу Москвы знаю только про этот закон но по поводу Петербурга я могу сказать что к сожалению статистика международная туристская статистика относительно Петербурга она такова что в прошлом году я сейчас не помню источник но Петербург был признан европейской столицей по дешевому размещению то есть это одна-две звезды и хостелы вот это массовый турист бэкпекеры которые ездят в Петербург но в Петербурге там несколько другая история там в основном все в мини-отеле уходит весь поток туристов приезжающих и очень много москвичей тоже пользуются хостел в значительно меньшей степени развит я предлагаю перенести это мероприятие на дискуссионную панель собственно говоря учитывая что и организаторы так скажем говорят о том что время на самом деле тема нескончаемая на самом деле в рамках 40-30 минут это невозможно спасибо всем спасибо спасибо